МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Лучше в своем деле. Накануне Дня независимости в Гомеле чествовали обладатели звания Человек-года. Инвестиционные потенциалы и возможности региона. Наш корреспондент Марина Джалэ узнала, как реализуются крупные инвестпроекты. Указом президента год Малой Родины в Беларуси продлен до 2020 года. Что готовы сделать для своей Малой Родины ее уроженцы? Мы поинтересовались в поселке Октябрьский. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. В рамках мероприятий, посвященных Дню независимости Республики Беларусь, в Гомельской области определили обладателей звания Человек-года. Соответствующие дипломы получили представители различных сфер в семи номинациях. Служу Отечеству, Мастер, Лидер, Открытие, Призвание, Руководитель и Человек на земле. Таких задержаний преступников, как показано в этом ролике, в Гомельской области не было уже давно. Хотя служба в органах внутренних дел никогда не была безопасной. По сути, каждый из людей в милицейской форме – пример добросовестного служения Отечеству. Номинация, в которой победил начальник управления внутренних дел Гомельского область полкома Владимир Захарчук, так и называется – «Служу Отечеству». Наверное, когда зрелость пришла, когда закончил школу, вот тогда какие-то появились желания приносить пользу. И с того времени я ни одного дня не жалею, когда я заступил на служение Отечеству. И больше 36 лет отдал служение нашему родной Беларуси. Работа нужная для общества, для коллектива, для обеспечения личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. И она интересная. Я получаю моральное удовлетворение от этой работы. Семь номинаций и соответствующее количество победителей, представляющих практически все сферы. Оператор машинного доения сельскохозяйственного кооператива «50 лет октября» Валентина Робинок стала Человеком Года в номинации «Мастер». Это действительно нелегко – быть лучшей, когда работа буквально от рассвета до заката. Надо, как вам сказать, любить работу. Так, ну я работаю именно вот на этой работе 9 лет. Пол пятого утром стою. А вожусь в пол одиннадцатого, одиннадцать. Ну, так в основном на работе. И в продолжение сельскохозяйственной темы. Среди лиц, удостойных почетного звания Человек Года, директор открытого акционерного общества «Мозырь техсервис» Алексей Баранов. В том, что пассивные компании проходят без значительных проблем, есть заслуга и его предприятия. Здесь могут качественно отремонтировать практически любую технику. Номинация, в которой победил Алексей Баранов, называется «Человек на земле». Занимается ремонтом сельскохозяйственной техники. В этом году мы много отремонтировали селок, изготовили новых, это и кукурузных, зерноселок, культиваторов и много другого оборудования. Мозырьский домостроительный комбинат – предприятие, которое строит будущее. Во всяком случае, именно под таким брендом открытое акционерное общество позиционирует себя на внутреннем и внешних рынках. Достижения говорят сами за себя. На Мозырьском ДСК – грамотный коллектив, который движется только вперед. Старается умело планировать свою деятельность и снижать себестоимость. Как итог, сегодня его директор Александр Соболев – человек года в номинации «Лидер». Чтобы весь можно застроить, весь не застроили. Площадки еще есть. Но на сегодня мы работаем в Гомеле, в Бобруйске, в Минске, в Курске, в Калуге. Ну, планы намечены в Украине поработать. И занимаемся Прибалтикой. Специальная награда Гомельского облсполкома с 2009-го ежегодно вручается за заслуги в профессиональной и общественной деятельности. За это время ее получили более 60 жителей региона. И каждый раз комиссия, определяющая победителя, неизменно сталкивается с одной проблемой. Количество достойных претендентов многократно превышает количество номинаций. Было очень много достойных кандидатур. Скажем, в номинации «Мастер» было заявлено почти 19 кандидатур. Поэтому каждый район, многие предприятия считают, что их руководитель, он же и «Лидер», и «Мастер». Достаточно сложно было определить. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели. Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Накануне Дня Независимости Беларуси на Аллее Героев прошел торжественный митинг. Это памятное место символизирует мужество и героизм наших земляков, бережно хранит память о войнах-освободителях, чья судьба была связана с Гомелем. Накануне главного государственного праздника на Аллее Героев собрались сотни горожан. Они пришли сюда, чтобы отдать дань памяти воинам, которые ценой своей жизни подарили нам свободу, независимость и будущее. Ветераны, руководство области и города, представители трудовых коллективов и общественных организаций почтили память погибших минутой молчания, возложили венки и цветы к мемориалу. В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости в Рогачевском районе, установили камень памяти. Он посвящен трагическим событиям, которые произошли в деревне Старый Довск. Во время Великой Отечественной войны здесь был создан лагерь для военнопленных. В феврале 1943-го партизаны ликвидировали немецких охранников и освободили красноармейцев. Враг жестоко отомстил за это жителям деревни. За каждого убитого во время ликвидации лагеря немцы расстреляли 10 местных жителей. Пятитонный камень памяти в Старом Довске установили около дороги. Память с болью в сердце. В 1943-м 39 белорусов, дети, женщины, старики, жители деревни Старый Довск были расстреляны немецкими захватчиками. Мывиска с такими словами будет напоминать о трагедии деревни. Накануне Дня Независимости гомельские энергетики провели очередной автопробег на ретроавтомобилях. В этот раз курс был взят на ветку и добруш. Участники посетили памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Возложили цветы и венки к мемориалам. Еще один важный пункт программы – это вручение подарков детским учреждениям. В средней школе номер один города Ветки благодаря помощи энергетиков откроется кабинет энергобезопасности. А в Центре творчества детей и молодежи появились новые швейные машины. Воспитанникам Добрушского районного центра дополнительного образования в подарок предназначен новый мотоцикл. Ко Дню Независимости в стране проходит традиционная акция «Подари новорожденному вышиванку». Ее организаторы – активисты Белорусского республиканского союза молодежи. Посещают родильные дома и вручают новоиспеченным белорусам распашонки с национальным орнаментом. Такой элемент одежды издревле считался не просто украшением, а настоящим оберегом для человека. Акция пройдет во всех районах Гомельской области, в том числе и 3 июля, в День Независимости Республики Беларусь. В Гомеле подвели итоги работы хозяйственного комплекса региона. Для ряда крупных предприятий первая половина этого года – время выплаты по кредитам, полученным на реализацию инвестпроектов. На работу малокоперерабатывающих предприятий негативное влияние оказал запрет России на поставки белорусской продукции. Вместе с тем, в целом по области ситуация достаточно оптимистичная. Складские запасы – одни из самых низких в Беларуси. За пять месяцев года общая выручка промышленных предприятий составила около 9 миллиардов рублей. Это почти на треть превышает уровень прошлого года. Воловой региональный продукт, показатель, который характеризует работу всей экономики области, составил почти 104,3%. Министерство экономики завершило корректировку декрета номер 10 о создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. Сейчас документ находится в администрации президента. Наш корреспондент Марина Джалая поинтересовалась, как сегодня реализуются крупные инвестдоговоры в Гомельской области. Вместе с депутатами облсовета съемочная бригада посетила предприятие «Гомельстекло» и завод «СанТекс». Результаты специалисты обсудили на пленарном заседании в горосполкоме. Подробности в нашем следующем сюжете. На заводе «СанТекс» с 2013 года реализуют инвестиционный проект по выпуску эмалированной посуды. На возрождение производства ушло 5 миллионов долларов. Три из них – инвестиции. По качеству эти кастрюли не хуже импортных. Судя по ассортименту и внешнему виду, в их конкурентоспособности нет сомнений. На предприятии не производят только стеклянные крышки и пластиковые ручки. Они импортные. Первые – китайского производства, вторые – преимущественно итальянского. Новое предприятие – это и работа для людей. Рабочие места здесь получили около 250 человек. Ежемесячно они производят около 15 тысяч кастрюль, а их необходимо продавать. Поэтому задача – выходить на новые рынки. Мы находимся в постоянном поиске новых рынков сбыта. Такие, как Германия, Польша, Прибалтику. Мы уже вошли с нашей кастрюли в Россию и в Украину. Экспериментируем с дизайном, с исполнением наших изделий. И хочу сказать, что кастрюля белорусского производства очень качественная, соответствует очень высоким европейским требованиям. Следующий пункт выездного заседания – Гомельстекло. Здесь также завершается реализация инвестпроектов по установке новых производственных линий. Введение последней по выпуску стекла с покрытием разделено на две фазы. Первая выполнена два года назад. Вторую закончат в текущем. На линии можно будет производить энергосберегающее стекло, мультифункциональное и солнцезащитное. Мы развиваемся, мы выходим на новые продукты. На сегодняшний день, скажем так, да, пока основной рынок – это Республика Беларусь, но когда будет уже проведена продукция до определенного высшего качества, которое мы планируем, мы будем продавать за пределы Республики Беларусь. На сегодняшний день из всего объема производства 80% эта продукция экспортировалась. За 7,5 лет, прошедших с момента вступления в силу декрета номер 10, в Гомельской области заключено 200 инвестдоговоров. Привлечено свыше 2 миллиардов долларов инвестиций. Уже реализовано 86 инвестпроектов. Внушительные цифры и по Гомелю. С начала действия декрета у нас всего и уже реализовано, и то, что еще реализуется, 67 инвестиционных договоров, из них 25 уже реализовано. К сожалению, есть договора, которые по разным причинам, они не реализованы, и в действии сейчас 15 инвестиционных договоров текущие. Сферы деятельности – это промышленность, это производство, торговля, услуги. Ожидается, что изменения в декрет номер 10 сделают инвестклимат Беларуси более привлекательным для отечественных и иностранных инвесторов. Марина Джала, Павел Антонов, Новости недели. Музыкальная школа или футбольная секция? Бассейн или художественная гимнастика? Танцевальная студия или боевые искусства? Подобные муки выбора – не редкость для современных родителей. Особенно актуально это звучит в разгар летних каникул, когда для многих важно решить, как организовать досуг своего ребенка. Главное, чтобы ожидания и амбиции родителей совпали с желаниями и способностями подростка. Уверена заместитель директора областного дворца творчества детей и молодежи Татьяна Белодедова. Татьяна Александровна, сегодня достаточно много говорят про детей нового поколения, если хотите, детей индиго. А вам с достаточно большим педагогическим опытом такие встречались? Вы знаете, я думаю, что те люди, кто работает в учреждениях дополнительного образования, где основной образовательный процесс – это кружки, клубы, студии, однозначно встречались с такими детьми. То есть это еще их называют радужные дети, да, или дети с аурой синего-фиолетового цвета. Вы видите эту ауру? Нет. Или чувствуете просто? Мы чувствуем. Наши педагоги чувствуют эту ауру. А самое главное, что они знают, как с этими детьми работать. Сейчас можно сказать, что родилось поколение, а не поколение индиго. Я была на международном образовательном форуме про школу «Так можно». Он был в Минске. Так вот, там проговорилось о том, что сейчас поколение детей, так называемое, «зачем?». Любой ребенок, когда ты ему говоришь, ты должен пойти туда, «зачем?». Ты должен делать это, «зачем?». Пока он не получит четкого ответа, почему он должен это делать. Пока вы его не убедите, он не станет этого делать. И вот это поколение у нас сейчас рождается, развивается, учится. Я практически уверен, что для вас этот вопрос достаточно простой, а вот для большого количества семей это действительно вопрос актуальный, зачастую сложный, спорный. Как выбрать тот или иной кружок, действительно полезную секцию для своего чада? Ну, прежде всего, вы наблюдаете за своим ребенком, правильно? Вы знаете, что ему нравится рисовать, или он у вас скачет, танцует и больше другим ничем не хочет заниматься. То есть, соответственно, вы ведете своего ребенка в этот же кружок. У нас есть родители, которые вводят детей в 2-3 кружка, скажем так, пытаясь нащупать, вот это где все-таки ему больше понравится. И на самом деле они потом видят, что вот ребенок больше все-таки ему нравится рисовать. У него это и больше получается. Дальше продолжаем рисовать, или же опять продолжаем и рисовать, и петь, и заниматься вокалом. Как только все успеть... Успевают. Вы знаете, что? Вот последнее время я стала задавать вопрос родителям, очень такой интересный, который приходит и говорит, вы знаете, мы не успеваем, мы, наверное, будем забирать ребенка. Я говорю, вы не успеваете или ребенок не успевает? Дальше пауза. Родители начинают задумываться, что ребенок-то успевает. Все хорошо. Нам, родителям, порой очень лень бывает. Так вот, мне кажется, здесь надо немножечко переступить через себя. Ребенок успевает. В сети нашел информацию, готовясь к интервью, о том, что, вот, к примеру, хоровое творчество уже постепенно уходит в историю. А вот интересно, что сегодня действительно популярно у молодежи? А вы знаете, что я с вами не соглашусь, что хоровое творчество уходит в историю. Совсем недавно у нас состоялся областной конкурс хоровых коллективов. На который приехало 25 коллективов со всей области. Если говорить о действительно популярных новых увлечениях современной молодежи, буквально коротко, это какие кружки и секции? Ну, согласитесь, что телевидение оказывает большое влияние. Понятно, что дети очень хотят петь, они хотят танцевать современные танцы, они хотят заниматься программированием, они очень любят, набирают силу журналистика, иностранные языки. То есть, вот, скажем так, такие основные направления, которые интересны молодежи. Ну, и, конечно, клубы общения, потому что так не хватает. Это то, что не будет лишним никогда. Молодежи так не хватает общения дома, нормального, комфортного общения, где их никто не будет обижать, оскорблять, где не будет над ними прикалываться. А если это и будет только по-доброму, поэтому они приходят в такие клубы. Кстати говоря, вот интересно, какой процент кружков во Дворце Творчества сегодня платный? И всем ли по карману досуг ребенка с профессионалами? Во Дворце Творчества пятая часть кружков платная. Вы знаете, что по карману? Потому что мы этот процесс, скажем так, отслеживаем. Мы смотрим, какие цены в других учреждениях. И мы понимаем, что если будет очень высокая цена, родители к нам не придут. Хотя, знаете, что есть еще такая вещь, как качество. На хорошего и качественного педагога придут, даже если будет высокая цена. Ну, и я хочу сказать, что надо понимать, что если с ребенком работают в группе, то стоимость кружка, конечно, будет небольшая. Но если с ребенком работают индивидуально, 45 минут, то стоимость будет достаточно высокая. Но я хочу сказать, что родители готовы платить, чтобы с их ребенком занимались индивидуально. Особенно это касается вокала. Особенно когда осознают, что это не что иное, как инвестиции в будущее. Будущее. Татьяна Александровна, спасибо за интервью. Успехов в делах, новых проектов. И до встречи в эфире «Беларусь-4». Спасибо. И вам тоже успехов. Неделю назад мы уже рассказывали о республиканском фестивале фольклорного искусства «Берогиня». Он прошел в Октябрьском районе и собрал более 800 участников. Сюда, на свою малую родину, приехали те, кто волей судьбы покинул ее. И те, кто на примере организаторов фестиваля стремится славить и сохранять творческое наследие родного края. Тем более для этого есть все предпосылки. Указом президента год малой родины в Беларуси продлен до 2020 года. Что готовы сделать для своей малой родины ее уроженцы, мы поинтересовались в поселке Октябрьский. Мне очень нравится эта идея. И считаю, она очень правильная. Все-таки обратить взоры многих людей, которые далеко уехали от своей родины, обратить их взоры на свою родину, вспомнить о ней, оказать ей содействие, помочь в чем-то. Или просто хотя бы посетить ее. То, что был объявлен такой год, на мой взгляд, это вельми добро. Это в шерфовый раз людям озернуться на вокал и подумать, чем им нужно гонориться. Потому что на самом деле многим на Беларуси есть, чем гонориться. Минавито у культуры своей малой родины. Это очень актуально. Тем более, мои работники проводят праздники деревень. А у нас, как известно, выселенных много деревень. И именно вот как в этот год поступают заявки, то есть деревни нету, а приезжает столько народа. Знаете, человеки по 150 собираются просто на том месте, где была когда-то эта деревня. И вот у нас уже прошло два таких дня деревень и еще будут. Поэтому я считаю, это очень актуально и здорово. И надо так вот, чтобы люди объединялись, съезжались. Малая Родина – это та часть нашей души, которая обязывает нас о ней помнить всегда. Что бы ты ни делал, это самое главное, Малая Родина. Потому что из этих маленьких жизненных сил формируется та наша страна, о которой, говорит Беларусь, это страна с большими возможностями. Это годовно шакарим, надо сказать, что год Малой Родимы – это настолько знаково для нас. А робим мы уже 20 год. Наш коллективис, ну, я 20 год, 21 год пошел. Ну, я думаю, что наши хлопчики и девчатки уже багато чего изробили. Потому что мы заховываем и популяризуем, знаходим спочатку, потом заховываем, переймаем, популяризуем тое, что засталось нам успаться над наших протков. У микрорайон нашей школы у выходят 14 вёсок. Детки ходят, ездят оттуда. И у каждой вёсце есть своя ночь бетемостатских традиций. До многих из них мы уже ходили пешу и конно, что называется, и на машинах. И они нам спевали, танцевали, рассказывали, оповядали. И тому про нашу родиму мы уже багато чего ведаем. Але багато чего скрыто. Хочется, как дети, которые подрастают, так само не забывалися про свои корони. Шукали, отшукывали не только нематериальные, скажем, скарбы, але еще и заставались у своей вёсце, отбудовывали её, народжали там деток и жили. ПЕСНЯ А теперь к новостям культуры. Гомельский областной драматический театр на уходящей неделе представил зрителям премьерный спектакль «Гоголь-Фатум». Он получился весьма неожиданным и непривычным. Во всяком случае, для традиционного классического театра. Предлагаемая сценическая история – не инсценировка гоголевского произведения, а скорее творческая фантазия по мотивам повести «Шинель». А тем временем артисты гомельских городских оркестров представили зрителям свою новую концертную программу «Летний джаз». Она объединила ценителей и мастеров виртуозной инструментальной игры. Зрители услышали музыкальные композиции различных жанров и направлений из джазового репертуара концертного духового оркестра. Подробности у нашего культурного обозревателя Вероники Ворошилиной. Наука может быть интересной, увлекательной и занимательной. В этом можно убедиться лично, посетив интерактивную выставку «Галилей», которая открылась в картинной галерее Гавриила Ващенко. Все представленные здесь экспонаты демонстрируют различные законы физики, природные явления и оптические иллюзии. А потому их не только можно, но и нужно трогать руками. На выставке посетители узнают, на чем удобнее сидеть – на гвоздях или бильярдных шарах. С помощью рычага «Архимеда» с легкостью поднимут гирю весом в 32 килограмма. Здесь можно запустить различные маятники и увидеть, как предметы парят в воздухе. Гостям также предложат составить магнитный фоторобот, сыграть на трубах, которые имитируют органную музыку обычными домашними тапочками, пострелять из большой воздушной пушки, залезть в ящик фокусника и многое другое. Музей интересной науки «Галилей» подарит действительно яркие эмоции и впечатления и детям, и взрослым. А в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина открылась выставка головных уборов «К пустой голове, руку не прикладывают». Она представлена из частной коллекции Владимира Силича и фондов Гомельского областного музея военной славы. Экспозиция состоит из головных уборов, преимущественно военной формы, советской армии и военно-морского флота. Внимание у посетителей – каски, фуражки, кокарды различных времен, дополненные открытками и марками армейской тематики. Тем временем Гомельский областной драматический театр на уходящей неделе представил зрителям премьерный спектакль «Гоголь Фатум». Это экспериментальная сценическая история по мотивам повести «Шинель». Она будоражит фантазию и является хорошей почвой для размышлений. Персонажи театрального действа находятся на грани яви и сна, гоголевской фантасмагории и реальной жизни. Режиссер постановщик спектакля, представитель молодого поколения, новой формации белорусской театральной режиссуры Юрий Деваков. В основу музыкально-пластических впечатлений, которые разворачиваются на сцене, он вложил свое авторское видение жизни и творчества Николая Гоголя. А музыканты гомельских городских оркестров погрузили своих слушателей в душевную джазовую атмосферу. В облдрамтеатре развернулся настоящий праздник музыки и живого общения. Зрители смогли насладиться композициями различных жанров и направлений из джазового репертуара концертного духового оркестра. В инструментальном и вокальном исполнении его артиста в гости новой музыкальной программы «Летний джаз» прониклись по-настоящему творческой и дружественной атмосферой вечера. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Дворец Румянцев и Паскевича приглашает на выставку «Художественный текстиль. Красота и польза». Здесь можно увидеть действительно уникальные вещи. Картины на шелке, мягкие витражи в технике лоскутного шитья, тканы и композиции в народном стиле и различные другие оригинальные изделия, созданные талантливыми мастерами. А в живописном природном антураже Гомельского дворцово-паркового ансамбля проходит серия мастер-классов по гончарному ремеслу. На протяжении всего лета дети и взрослые могут получить полезные навыки от общения с живой глиной и научиться создавать своими руками простейшие гончарные изделия и сувениры. А тем временем в Лобинский государственный историко-краеведческий музей приглашает ребятишек и их родителей на мастер-класс по изготовлению куколоберегов. Увлекательные занятия проходят по понедельникам по предварительной записи. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.